Проблема лечения послеоперационной боли актуальна как в нашей стране, так и за рубежом. По данному литературу, от выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде страдает до 75% пациентов. Опрос более 1500 пациентов в трехстоличных клиниях показал, что более 40% пациентов, перенесших плановые и экстренные операции, выразили неутворенность к качествам послеоперационного обезболивания. А по данным исследований наших китайских коллег, до 75% пациентов не достигают адекватного уровня обезболивания после операции. Сильная некупируемая боль послеоперационной является частой причиной задержки госпитализации и повышает расходы на медицинское обслуживание. Боль затрудняет способность кашлять или глубоко дышать, что может привести к развитию акталектазов или пневмонии. Снижение подвижности пациентов приводит к возникновению венозных тромбозов, и это только часть осложнений, о которых я упомянул. Таким образом, основным задачей послеоперационного обезболивания применения аналитических средств в послеоперационном периоде является устранение страдания, причиняемого болью, создание психологического комфорта и повышение качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, ускорение послеоперационной функциональной реабилитации, снижение частоты послеоперационных осложнений, а также сокращение сроков госпитализации и стоимости лечения. В основе патогенеза послеоперационного болевого синдрома, который формируется с помощью и на основе многоуровней иноцицептивной системы, состоящей из периферических иноцицепторов и центральных нейронов, которые расположены в различных структурах нервной системы и реагирующих на повреждения. В соответствии с патогенезом послеоперационного болевого синдрома, наилучшим образом его будет лечение этой системой фангутаторотопии, которая основагается на мультимодальной анальгезии воздействия на уровнях обезболивания. То есть мультимодальная анестезия – это совместное использование различных анальгетиков и технологий обезболивания в сочетании с неформологическими методами послеоперационного обезболивания у взрослых и детей. Однако, несмотря на то, что у нас есть такая хорошая методика, все же остается достаточно большой процент, как я уже говорил ранее, пациентов, которые недоли послеоперационного обезболивания. Какая же причина этой проблемы? Так, по мнению ВОЗ, распространенной причиной неэффективности медицинской деятельности является недостаточное знание или использование клинических стандартов и протоколов, недостаток рекомендаций и неадекватный надзор. Что же касается конкретной причины неадекватного обезболивания? Это, в первую очередь, различные организационные проблемы, но это проблемы различные от разных стран, стационарных учреждений, дефицит времени медперсонала, как видите, это больше 60%, отсутствие мотивации у медперсонала, несоблюдение принципа мультимодального лечения боли, трудности оценки боли и недостаток знания медперсонала. В первую очередь, конечно же, на процесс послеоперационного влияния имеет значение отношение персонала, его действия. В связи с этим, зарубежными исследователями было проведено ряд исследований о отношении персонала к данной проблеме. Таким образом, почти 40% медсестер клиник в Британии при опросе высказали, что нехватка времени, недостаток персонала и взросшая рабочая нагрузка были существенными факторами, способствующими неэффективному обезболиванию на практике. А на то, в другом исследовании пришли к заключению, что медсестры имеют подсознательные барьеры для адекватного обезболивания, так, часть из них больше озадачены своими рутинными задачами, чем послеоперационного обезболивания. В исследовании Манилос пришли к выводу, что медсестры недооценивали боль пациентов и полагали, что пациенты должны ожидать появления боли, а не полного облегчения ее, считая, что работа отделения была и так перегружена. Участники же другого исследования полагали, что иногда им бывает трудно отказаться от собственных суждений и принять то, что им говорит пациент. То есть нам казалось, что пациент должен быть нормально обезболен, и жалобы пациента для нас вторичны. К чему же приходит недостаток знаний медперсонала? Это приводит к тому, что используется неподходящее оборудование или шкала оценки боли, назначаются неправильные препараты в неправильной дозе или неправильном объеме, мониторирование болевого синдрома у пациента производится с недостаточной частотой, не принимаются меры при возникновении побочных эффектов, плохо ведется медицинская документация. Но, с другой стороны, на процесс послеоперационного обезболивания влияет, как ни странно, отношение, особенности поведения пациентов. Так как, как мы прекрасно знаем, пациенты разных культур по-разному переносят боль. Мы прекрасно знаем, пациенты из каких регионов будут больше жаловаться на боль, чаще жаловаться на боль и потребуют больше количества аналитических препаратов, и это обязательно надо учитывать. Так, часть пациентов при другом исследовании выяснила, что отказывались от обезболивания, поскольку считали, что облегчение боли предполагает их зависимости, и считали, что побочные эффекты от инъекций или предложенных таблетированных препаратов сильнее, чем самоболь. В другом исследовании оказалось, что 60% участников были пассивными получателями обезболивающих, то есть они ждали, когда их спросят от боли, прежде чем обратиться к персоналу, или не хотели беспокоить персоналу. Какие же есть направления повышения качества терапии после операционной боли? Это составление руководств по клинической практике. Да, в повседневной практике за рубежом для стандартизации процедуры после операционного обезболивания клиницисты чаще всего используют рекомендации. Чаще всего за рубежом используются рекомендации австралийского и нозеландского общества анестезиологов или американского. В нашей стране существуют российские национальные рекомендации, которые мы и используем, естественно. Другие направления – это создание профессиональных обществ по борьбе с болей, которые будут заниматься созданиями новых рекомендаций, выявлять новые препараты, методики, которые помогли бы в лечении послеоперационной. Естественно, проводить исследования. И создание служб острой боли. Создание служб острой боли – это отдельная проблема. В нашем учреждении такая служба создана, но проблемы ее взаимодействия с другими отделениями до сих пор еще полностью не решены. Однако фактические данные и обучение сами по себе не меняют практику и не влияют на результат. В связи с этим мы решили пойти по пути послеоперационного боли, путем стандартизации его на основании стандартных операционных процедур. Что же это такое? Стандартные операционные процедуры – это документально оформленные инструкции по выполнению рабочих процедур или формализованные алгоритмы выполнения действий и исполнения требований стандартов медицинской помощи. Цель использования этих СОПов – это предоставить персоналу однозначные, простые и понятные инструкции, которые позволят безошибочно выполнять свою работу. Крайне важно, что послеоперационное обезболивание связано также с безопасностью медицинской деятельности, в связи с чем методы стандартизации нам тоже помогут наладить ее на более высоком уровне, так как в медицинских организациях зачастую объектом, формирующим угрозу причинения вреда жизни и здоровью, является персонал, профессиональная деятельность которого непосредственно, а порой и косвенно, может оказать негативные явления на пациента. Чаще всего это неумышленные действия, вызванные недостатком знаний, навыков, отсутствием условий для выполнения и профессиональных обязанностей. Актуальность разработки СОПов обусловлена необходимостью рационального выбора и применения адекватных, эффективных, безопасных, экономически приемлемых основанных на принципах доказательной медицины и медицинских технологий. Стандартная операционная процедура – это документ, предназначенный для конкретного исполнителя и содержащий описание последовательных действий, необходимых для выполнения конкретной задачи. Разработанные медицинские организации СОПы после их утверждения руководителя медицинской организации имеют юридический статус локального нормативного акта, исполнение которых является обязателем для всех указанных в СОПе специалистов. И любое отступление от СОПа должно быть обоснованным. Так у нас после того, как мы утвердим СОП, все с ним ознакомятся и, соответственно, ставят подписи в листе ознакомления, то есть пишут о том, что они ознакомлены и должны выполнять данную процедуру. Какие же основные принципы мы положили при создании СОПов для послеоперационного обезболивания? Это в первую очередь требуется оценка болевого синдрома. У нас в СОПе есть алгоритм обезболивания в зависимости от выраженности болевого синдрома и эффективности его лечения на основании национальных рекомендаций. Четко прописано оформление медицинской рекомендации, и мы проводим постоянный ежегодный аудит знаний медперсонала. В нашем учреждении мы сделали следующие СОПы. Оценка интенсивности боли у пациента с использованием визуально-аналоговой шоколы. В этом СОПе мы прописали четкие правила проведения оценки с использованием визуально-аналоговой шоколы. Дальше следующие СОПы. Оценки боли и порядок выбора обезболивающей терапии в УАР у пациентов доступны продуктивному контакту после выполнения оперативного мышления. Это основной СОП, где расписаны все препараты, которые используются для обезболивания. Прописан алгоритм его проведения, и описано, какая медицинская рекомендация и как заполняется. Следующий СОП. Оценка боли и порядок выбора обезболивающей терапии в отделении УАР у пациента на искусственной вентиляции легких после выполнения оперативного вмешательства. Это выяснилась отдельная проблема, так как пациент не может быть оценен по визуально-аналоговой шкале. Здесь мы предложили шкалу для оценки боли у данного пациента, особенности проведения оценки по шкале, в данном случае шкала БПС, и препараты, которые могут быть использованы. Также у нас в нашем учреждении получают лечение оперативное и пациенты детского возраста. В связи с этим были созданы СОПы оценка боли и порядок выбора обезболивающей терапии в отделении на сроке реанимации у пациентов детского возраста после оперативного вмешательства, не находящегося на ВЭЛ, и также у детей, находящихся на ВЭЛ, где четко расписаны, в каком возрасте у детей пользоваться какими шкалами, естественно, о особенности использования аналитических препаратов и методик обезболивания у пациентов детского возраста, как на ВЭЛ, так и без ВЭЛ. Также нами были утверждены СОПы по лечению боли и синдрома не только в отделении реанимации, но и на профильных отделениях, не только в случае послеоперационного обезболивания, но и у пациентов с болевым синдромом в связи с заболеванием или состоянием, развившись у них. В основе алгоритма обезболивания, прописанного в нашем СОПе, лежит мультимодальная анальгезия. Она является методикой выбора послеоперационного обезболивания. Ее основой является применение сочетания неопиоидных анальгетиков НПВС и протестамола, а у пациентов со средним и высоким уровнем боли дополнительно назначаются одевантные препараты, а пиоидные анальгетики при необходимости и используются региональные методы анальгезии. На данном слайде представлен наш основной алгоритм, который мы сейчас используем при терапии послеоперационного болевого синдрома у пациентов. При поступлении пациента из операционной всегда оценивается уровень боли по-вашему. Сначала каждые 15 минут, первый час, потом в течение первых двух суток, через 1-2 часа. И в зависимости от того, установлен эпидуральный катетер или не установлен эпидуральный катетер пациента, мы проводим, естественно, эпидуральную анестезию раствором 0,2% репиокаина в течение 48 часов под контролем давления. Все пациенты после операционного периода получают парацетамол в максимальной дозировке через 6 часов. У пациентов, у которых эпидуральный катетер не установлен, мы используем внутривильное введение лидокаина, о преимуществах которых Вадим Анатольевич уже говорил, в доте до 2000 мг в сутки. Если на основании базисной терапии мы имеем эффект обезболивания менее 4 баллов в визуально-аналоговой шкале, дальнейшие действия никакие медикаментозные не предпринимаются. В случае, если интенсивность болевого синдрома от 4 до 5 баллов, мы используем различные нестероидные анальгетики, а также тромодол. В случае, если мы имеем дело с тяжелым болевым синдромом, после операционного периода 6 баллов в боли, мы используем тримперидин или морфин. Если выявляется нейропатический комменент болевого синдрома, то используем прегабалин в дозе 75-300 мг два раза в сутки. Однако при использовании наркотических анальгетиков часто развиваются осложнения. Наиболее частные из них – это кожный зуд, задержка мочи, порез кишечника, тошнота и рвота, делирий, дыхательное недостаточное, сонное апноэ, развитие лекарств и зависимости. Это только часть из этих осложнений. Чтобы минимизировать их количество, мы стали использовать новые препараты, которые не наркотические анальгетики, которые появились в нашем распоряжении. Один из них – это препарат неодалпасы. Это комбинированные лекарственные препараты, содержащие нестероидные и проспалительные средства дикофенак, имею ревоксан центральное действие, орфенадрин. Дикофенак нецентрительно ингабирует сок 11-2, нарушая метаболизм орхидоновой кислоты и синтез простагланинов, являющийся основным звеном в развитии воспаления. Орфенадрин, мероксан центрального действия, снижает патологически повышенный мышечный тонус и обладает парасимпатолитическим и местноанестезирующим и умеренным антигистаминным эффектом. В стандартной дозе 250 мл в один раз в сутки, в этом флаконе находятся 75 мг дикофенака. Это стандартная доза. С января 2022 года в Российской Федерации проводится мультитровое наблюдение под названием неодолекс-С, в котором оценивается безопасность, эффективность, а также опиоидосберегающий эффект использования данного препарата после различных хирургических вмешательств. И на основании результатов полученных данных эксперты рекомендовали включить данный препарат в мультимодальную схему обезболивания у преценутов. На нашем личном опыте мы получаем самый хороший эффект при использовании данного препарата у больных после таракальных операций. Также в нашем распоряжении появился внутривенная форма ибупрофена. В середине ПВС он считается золотым стандартом в терапии болевого синдрома. Это неселективный ингибитор цикла оксигеназы, подавляющий активность простагландинов, обладающих энергетическим и жиропонижающим эффектом, и также противовоспалительным эффектом. С 2009 года ФДА разрешило использование внутривенной формы ибупрофена в сочетании с опиатами при тяжелом болевом синдроме. По данным Канхрановского обзора сочетание неселективного ПВС с парацетамолом повышает качество обезболивания по сравнению с назначением каждого из препаратов по отдельности. Это уровень доказательства 1. При этом наиболее эффективной комбинацией является сочетание ибупрофена с парацетамолром. По данным уже самой последней инструкции ибупрофен может применяться в дозах от 400 до 800 мг. 400 мг надо разводить в 100 мл из раствора, 800 мг – 200 мл аналогичного раствора. Препарат надо вводить в интеренокапель на течение 30 минут. Максимальная суточная доза уже составляет 2400 мг. В зарубежных исследованиях в травматологии его использовали в дозе по 800 мг каждые 6 часов. При этом потребность морфеней снизилась после ортопедических операций почти почти вдвое, а выраженная интенсивность болевого синдрома – на треть. Причем хочу обратить внимание, что за рубежом он применяется еще в большей дозировке, то есть 8 на 6 – 3200 мг. При этом ибупрофен показал свою интенсивность в послеимпевационном периоде и у пациентов детского возраста. Однако надо учесть, что использование любых препаратов, в том числе и НПВС, могут, конечно, привести к осложнениям. Так, применение НПВС повышает риск малых и больших геморрагических осложнений в послеимпевационном периоде по сравнению с плацеда. Но в то же время, если говорить о риске развития желудочно-кишечных крыльчин, особенно которых мы боимся при использовании НПВС, то именно использование ибупрофена дикофената относительно риск, например, к примеру, скетеролаком отличается практически в 10 раз для развития желудочно-кишечных крыльчиней. То есть, НПВС – это наиболее безопасные препараты. Используя эти новые нестероидные анальгетики, мы, конечно, получаем хороший опиоидосберегающий эффект. Это приводит к тому, что улучшается функция у пациента желудочно-кишечного тракта, минимально угнетается дыхание, развивается умеренный седативный эффект, снизается зависимость от эпиоидов, мы можем проводить раннюю мобилизацию в связи с тем, что снижается седативный эффект, уменьшается количество дней, не проведено на 20%, а сроки пребывания в стационаре сокращаются на 1-2 дня. Немаловажным сейчас является такое понятие, как критерия оценки качества медицинской помощи экспертом. Согласно национальным рекомендациям 2019 года по послеоперационному обезболиванию, у нас есть на самом деле только три критерия оценки качества. Качество должно быть в истории болезни отметено проведение оценки болевого синдрома по визуальной агаршкале, если вы используете СОП, это будет у вас сделано. После операции среднего высокого риска применена мультимодальная анальгезия, если мы используем алгоритм, прописанный в СОПе, а мы всегда его используем, это будет сделано. И у пациентов с повышенным риском развития сердечно-сосудистых, легочных осложнений и кишечной непроходимости используем нерксиальная анальгезия при обширных таракальных и абдоминальных операциях. Чаще всего мы используем эти методы региональной анестезии, они часто очень широки, от эпидуральной анестезии до различных фасциальных блокад. Если нет противопоказаний к ним, то они всегда будут использованы на операции повышенной травматичности. Каким же результатом пришли, используя методы стандартизации применительных и для лечения послеоперационной боли. Удалось обеспечить современные принципы обезболивания пациентов в отделении хирургического профиля. Мы добились унификации стратегии лечения послеоперационной боли в стационаре. Раньше у нас было полное разнообразие. Каждый вводил, что хотел, как ему представлялось лучше, и не было никакой базисной терапии. Теперь мы можем спокойно проводить мониторинг эпидемиологии и послеоперационной боли, и коррекции протоколов лечения при необходимости. Так появились новые препараты. Мы создали версию СОПа, назвали ее там, СОП номер 2, утвердили его, сотрудники ознакомились с ним, и мы можем применять спокойно новые препараты. В заключении, каким результатом, каким должно быть послеоперационное обезболивание? Обезболивание должно быть превентивным, а не по требованию. Несмотря на проводимое обучение, крайне важно проводить аудит. Желательно проводить его, конечно, каждый день, но, по крайней мере, документально я это делаю каждый день. Важно понимать, применяется ли наилучшая практика, которая улучшит оценку боли и управления ею в стационаре. А также надо прекрасно понимать, что нехватка времени и повышенная рабочая нагрузка являются наиболее часто проводимой причиной плохой оценки боли или ее лечения на практике. Однако это оправдание не является достаточным. Какой же вывод? Использование мультимодальных протоколов лечения, применяемых в учреждении в форме стандартных операционных процедур и наличие специализированной службы лечения острой боли позволяет обеспечить должный контроль по операционной боли и удаленность пациентам лечения. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...